Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Лависы. Сегодня возвращаемся к прекрасным рецептам ГОСТом СССР 1938 года. Если кто-то еще не знает, рецепты мы воспроизводим по книге Абрама Конникова «Колбасы и мясокопченности» редакции 1938 года. Те, кто хочет скачать эту книгу совершенно бесплатно, совершенно просто, я делюсь с вами, друзья, в описании, для новых подписчиков, естественно, в описании найдете ссылочку на скачивание книги в файле PDF. Сегодня мы готовим колбасу по ГОСТу 1938 года. Вареную колбасу называется «Телячья высшего сорта». Колбаска получится потрясающе, поэтому оставайтесь с нами и давайте начнем готовить. Для приготовления колбасы нам понадобится, ну раз она телячья, то телятина, свинина жирная, свинина нежирная, свиной шпик и телячий язык. Смотрите, тут какая ситуация с телячьим языком, я сразу остановлюсь на этом подробнее. Телячий язык мы почистили, то есть если вы будете использовать нечищенный язык, его надо засаливать достаточно долго, 5-6 дней. Мы почистили телячий язык, тем более он молоденький, поэтому нам хватит двух дней засолки. Теперь вкратце расскажу о специях. Из специй в этой колбасе используется мускатный орех, белый молотый перец, сахар и фисташки. От ГОСТа 1938 года мы отступаем в составе посолочной смеси. Дело в том, что в 30-е годы 20-го века для всех колбас в качестве посолочной смеси использовали смесь селитры и соли. Мы же используем смесь нитритной соли с поваренной солью. Соотношение 50 на 50 на килограмм сырья 9 грамм нитритной соли с содержанием нитрита 0,6% и 9 грамм поваренной соли всего 18 грамм. Также будем использовать оболочку, коллагеновая оболочка для вареных колбас диаметром 80 миллиметров. Постоянно меня упрекают в рекламе ем колбаски, совершенно не рекламирую и даже если честно не хочу рекламировать. Но почему рекомендую? Меня часто спрашивают, где покупаешь? Потому что проще всего покупать, так как интернет-магазин работает практически на всей территории СНГ. И для начинающих колбасников действительно можно найти практически все или практически все. А когда вы уже набираетесь опыта, вы сами находите в своем регионе магазины, в которых действительно товары и продукты значительно дешевле. Итак, с посолочной смесью мы определились и первый этап приготовления любых колбас это засолка. Телячий язык. Я акцентирую внимание на том, что это именно телячий язык, потому что гаража надо солить дольше. Телячий язык почистили и засаливаем в 20% растворе соли. Что значит 20% раствор? В двух словах 80% весовых воды, то есть 800 грамм воды и 20 весовых частей соли, то есть 200 грамм соли. Вот тогда получим, то есть это не литр плюс 20%, а это 800 миллилитров, 800 грамм воды и 200 грамм соли. Вот это получится 20% раствор. Язык засолили. Приступим к мясу. Мясо можно засаливать в двух вариантах. Можно засаливать в кусках и можно засаливать в фарше. Для вареных колбас я предпочитаю засаливать фарше, потому что потом мясо легче кутировать. Ну и соответственно о самом фарше. Когда будете готовить колбасу, я сейчас пока буду резать мясо для мясорубки. Когда будете готовить колбасу, не используйте свежину, то есть мясо только что убитых животных, которое только с рынка. Если вы купили такое мясо, дайте ему в холодильнике отдохнуть двое-трое суток при температуре 3-4 градуса. Мясо для колбасы, чтобы колбаса получилась и получилась вкусной, должно таким вот образом созреть. Не очень хорошо, очень часто задают вопросы мясо после заморозки. Не очень хорошо использовать для колбас в принципе мясо после заморозки. Можно, но мне не нравится такая колбаса. Естественно, вы понимаете почему. Потому что при заморозке мясо теряет свою структуру, начинает отдавать, лопаются мембраны межклеточные. Мясо начинает активно отдавать воду. Сама колбаса уже потом при приготовлении тоже отдает воду. В общем, процесс усложняется и колбаса получается, на мой взгляд, сухой и бескусной. Как я уже говорил, засолку будем производить в фарше, но я использую самую крупную решетку и вам рекомендую, если производите засолку в фарше, не сильно мельчите. Используйте решеточку покрупнее. Вот я использую решетку с диаметром отверстия 20 миллиметров. После того, как мясо измельчено, нужно его просто посолить. Посолить, естественно, нужно равномерно, чтобы каждый кусочек фарша получил свою порцию сольки. Хорошенько перемешиваем. После того, как фарш хорошенько перемешали с солью, уплотняем его таким вот образом. Не оставляйте его горкой, именно уплотните, чтобы вовнутрь фарша не попадал воздух, чтобы фарш не окислялся. Если засаливаете мясо в кусках, сделайте такую же процедуру. Уплотнили, накрываем крышкой и на сутки на засолку в холодильник. Язык, соответственно, на двое суток, но он у нас уже сутки солился. Я его просто извлек из рассола, оптер вам показал. Еще на сутки мы его заранее засолили и вы, естественно, сделайте так же само. Еще сутки он просолится, то есть всего язык посолится двое суток. Шпик вообще не солим. Соль, которая рассчитана на, вернее, соль, вот количество соли, я сказал, 18 грамм на килограмм сырья. Тут надо учитывать и вес языка, и вес шпика, и вес мяса. Но, соответственно, солим мы только фарш, шпик не солим, а язык солим в отдельном рассоле. К моменту приготовления фарша, то есть завтра, шпик мы немножко охладим, где-то полчасика в морозилке, потому что нам надо будет его порезать ровными кусочками, и лучше будет, если он подмерзший. Ну вот, в общем-то, на сегодня все, друзья, а завтра продолжим. На следующий день проведем некоторые подготовительные работы. Фисташки замачиваем на полчаса в теплой воде и снимаем с нее пленочку, чтобы вот получились такие чистые орешки. Язык отварили в кипящей воде в течение получаса и порезали на кусочки, на кубики, вернее, со стороной, где-то около 5-6 миллиметров. Шпик подморозили для того, чтобы он удобнее резался, и тоже порезали на кубики. Теперь для того, чтобы шпик у нас хорошо вмешался в колбасу и не выпадал из нее, как бывало в фильмах, была докторская, стала любительская, ошпарим шпик кипятком, чтобы он немножко оплавился. Вот таким вот образом. После этого хорошенько промоем ледяной водой, ну, холодной водой из-под крана, и поставим, после того, как он остынет, поставим опять в холодильник, чтобы, в борозилку, чтобы шпик немножко подмерз. Далее нам нужно измельчить фарш на кутере. Пока у нас не было вот такого большого кутера, мы использовали вот такой вот бытовой от кухонного комбайна. То есть понятно, да, что за прибор. Фарш, который мы вчера засолили, солился он у нас в холодильнике. Перед измельчением мы его поставили в морозилку и охладили где-то до 1-2 градусов. Важно, чтобы фарш в процессе кутирования сейчас, фарш может нагреваться. Так вот важно, чтобы он у нас не нагрелся выше 10 градусов по Цельсию. Теперь смотрите, почему я говорил уплотнить фарш. Видите, то, что соприкасалось с воздухом, немножко окислилось, поменяло цвет. Внутри, куда воздух не проникал, фарш красивого красного цвета. Отправляем фарш кутер. Немножко его измельчим сейчас. Сюда же в кутер отправляем сахар. Наши специи. И куриное яйцо. Надо сюда еще попасть. На килограмм фарша используем 100 мл воды, если мы готовим без фосфатов. Если готовим с фосфатами, можно использовать 150 мл воды, но мы предпочитаем готовить без фосфатов. Вода должна быть ледяная, в буквальном смысле этого слова ледяная. В ней вот практически плавают кусочки льда. Сейчас отмеряю 100 мл. Вот где-то так. Продолжаем кутировать до получения... В результате кутирования получили вот такую вот практически однородную эмульсию, однородную массу. Это и есть готовый фарш для приготовления вареных колбас. Теперь нам в этот фарш надо вмешать остальные ингредиенты. Проследите за температурой. Если вы готовили на маленьком измельчителе, чем меньше измельчитель, тем быстрее поднимается температура в фарше. Температура вот сейчас вот желательно, чтобы была в пределах 8 градусов Цельсия. И ни в коем случае не должна подняться выше 10 градусов по Цельсию. Иначе колбаса получит отек. То есть мы получим сухую котлету, как говорят колбасники, которая будет купаться в бульоне. Ну это когда уже набьем в оболочку. Для того, чтобы перемешать с остальными ингредиентами, мы будем использовать тестомес. Можно использовать любой миксер с емкостью, либо же просто перемешать с руками. Да, если фарш вдруг начал нагреваться, и температура у вас подходит к 8-9 градусам, лучше произвести промежуточное охлаждение. То есть перед тем, как его вымешивать с остальными ингредиентами, с языком, с фисташками, со шпиком, поместить его на полчасика в морозилку. Переложили эмульсию в чашу для миксера, для вымешивания. Отправляем сюда все ингредиенты. Подмороженный шпик. Остуженный язык. Фисташки. И с помощью миксера вымесим это примерно в течение минут 2-3. В общем, наша задача, чтобы все хорошо вымешалось и равномерно распределилось по всему фаршу. В результате вымешивания все ингредиенты у нас идеально вмешались в фарш. Видите, и язык, и шпик, все вмешалось и все покрыто тонким слоем фарша. Обратите внимание на консистенцию фарша. Он достаточно густой, такой вот глянцевый на вид. То есть, ну, все говорит о том, что сделан он правильно. Он не должен быть текучий, не должен быть какой-нибудь там матового цвета. Вот такой вот он глянцевый, он сейчас немножко похож на такую, ну, наверное, на резину. То есть, вы видите, он даже тягучий. Вот это вот правильная консистенция фарша. Залогом успеха в приготовлении фарша, ну, самым главным фактором является не перегреть его. Далее набьем колбасу. Можно использовать любой шприц для набивки колбас. К сожалению, для таких вареных колбас мясорубкой воспользоваться не получится. Ну, вернее, получится, но придется очень сильно помучиться. Используем коллагеновую оболочку для вареных колбас диаметром 80 мм. Перед использованием, перед набивкой непосредственно буквально на минуту-полторы оболочку замочили в теплой воде. Удобнее набивать вдвоем. При этом не приходится завязывать с одной стороны оболочку. Таким образом, мы можем сформировать более ровный батон. Если, конечно, вы набиваете самостоятельно, если вам некому помочь, тогда завязывайте сразу же с одной стороны ее и пробуйте набивать. В общем, у меня никогда не получается набить самому, если честно. Но я точно знаю, что очень много людей умеют и могут это делать, и делают достаточно качественно. После набивки оболочку надо перевязать. Готовый батончик обвяжем шпагатом с двух сторон. Таким вот образом, немножко перекрутив, мы имеем возможность его с двух сторон равномерно уплотнить. Точно так же со второй стороны. После этого проводим инспекцию. Если где-то под оболочкой остались пузырьки воздуха, протыкаем его тупой иголкой. Надо иголку заменить, потому что она уже тупая. И эти пузырьки, они как бы схлопываются. Колбаса их выжимает. Вот иногда, когда шприц не очень, или опыта набивки еще нет, пузырьков получается много. У нас их получилось не очень много. Даже мне тяжело отыскать где-то. Можете совершенно спокойно прокалывать оболочку. Теперь, друзья, нам надо батон оставить на осадку. Для этого подвешиваем его вертикально при комнатной температуре. Минимальное время час, а лучше на два часа. Пока он будет висеть, фарш немножко будет самопрессоваться. И в конце я покажу. Здесь образуется свободное место. Мы сможем подкрутить. Сверху образуется, как он будет висеть. Мы сможем подкрутить, уплотнить сам батон. Через два часа колбаса отвиселась. И приступаем к тепловой обработке. Первый этап тепловой обработки – это обжарка. Температура обжарки 90 градусов. Включим конвекцию и будем обжаривать колбасу в течение 40 минут. Ко времени окончания обжарки нам надо приготовить противень или любую другую емкость, которую можно будет поставить на дно духовки с кипятком. Для того, чтобы перейти к следующему этапу, который называется этап «паровая варка». Итак, первый этап обжарки – 40 минут при температуре 90 градусов с включенной конвекцией. Через 40 минут переходим ко второму этапу – паровая варка. Для этого на дно духовки помещаем противень с кипятком, как я уже говорил. Температуру понижаем до 80 градусов. В сам батончик помещаем кулинарный термометр для контроля температуры. Я засеку время, которое у нас будет готовиться колбаса. На него особо не рассчитывайте. Лучше все-таки готовить по температуре. При паровой варке продолжаем термообработку батона колбасы, или нескольких батонов, если мы делаем несколько, до достижения внутри батона температуры 68-69 градусов. Вот мы закончим. Я скажу, сколько конкретно варился наш батон. Через 1 час 35 минут, вот что называется паровая варка, друзья, температура внутри батона колбасы достигла 68 градусов. Поэтому варка закончена. Извлекаем батон из духовки и помещаем его в ледяную воду. В первую очередь дадим колбасе остыть. Это займет минут 20-25 в ледяной воде. После этого поместим ее в холодильник и дадим ей напитаться, чтобы раскрылись специи, как минимум 12 часов, а лучше сутки. И через сутки, друзья, будем дегустировать. На следующий день, друзья, колбаса остыла, напиталась, специи все раскрылись. И можем продегустировать, посмотреть, что у нас получилось. А получилась у нас вот такая вот яркая, красивая вареночка. Давайте сейчас покажу крупным планом разрез. И после этого продегустируем. Тоненько вареночку все мы любим очень тоненько нарезать. Так, чтобы она аж светилась. Вот так вот получается. Ну, конечно, да, тоненько это кому как. Если по аналогии с котом Матроскиным, так варенку надо нарезать толсто, а как раз хлеб тонко. Друзья, вот такая вот красивая колбаса получилась. Реально рисунок просто потрясный. Сейчас попробую, расскажу вам, какая она на вкус. И как написал недавно один подписчик, сутки это очень мало для отдыха колбасы. Я, в принципе, с ним согласен. То есть идеально это выдержать колбасу после приготовления 2-3 суток. Но я даже никогда в видео этого не озвучиваю, потому что понимаю, что мало людей найдется с такой железной силой воли, чтобы приготовить палочку колбасы, и потом ее 2-3 суток продержать в холодильнике. Так, давайте же попробуем. Вот, кстати, видите, оболочка отходит, буквально прошло 12 часов, оболочка отходит еще плохо. Ну, уже как бы начинает, она еще прилипшая. Через 24 часа после приготовления оболочка будет сниматься вообще идеально. То есть это вопрос просто выдержки. Давайте попробуем, что у нас получилось. Даже с бутерброда ясно, что колбаса получилась классная. Реально очень вкусная. И вот эти вот вкрапления языка, они дают не только красивый вот такой интересный рисунок, они дают и реально классный вкус. То есть колбаса действительно получилась языковая. И вот кто любит язык в принципе, этот оттенок вкуса языка в колбасе, он очень крутой. Я язык не особенно люблю, я вообще субпродукты не очень люблю. Но мне этот привкус очень нравится. То есть язык, помимо того, что он дал рисунок, он изменил вкус колбасы. Поэтому, друзья, с удовольствием вам представляем колбасу телячью, высшего сорта, по ГОСТу 1938 года. Колбаса, как всегда, как все колбасы, вернее, выполненные по этим ГОСТам, она очень вкусная, очень классная. Если кого-то интересует книга с рецептами, в описании видео будет ссылочка. Не забудьте написать какой-нибудь комментарий. Ну и, конечно же, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте пальцы вверх, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, задавайте вопросы. На все, естественно, я буду отвечать. Или я, или Лариса, кто-нибудь точно откликнется и ответит. Спасибо за внимание. Хорошей вам вкусной колбасы. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok